Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Новости рынка» в SAFC Markets. В студии, как обычно, финансовый аналитик Дмитрий Лукашев и журналист Сергей Кудряшов. Ну что ж, Дмитрий, в прошлой передаче мы отмечали, что рост ВВП с начала года составил, по мнению Росстата, примерно 1,6, если я не ошибаюсь. И вот интересно, что думает Росстат по другому очень важному показателю, это инфляция. Если ВВП растет достаточно слабо, по этому показателю мы уступаем не только развивающимся странам, но и развитым, США и Европе, то в плане инфляции как раз в России все хорошо. За неделю, по данным Росстата, она выросла на 0,1%, как и двумя неделями ранее. Получается, что с начала декабря потребительские цены поднялись на 0,2%, а с начала года на 2,3%. То есть очень умеренный рост инфляции, и если такая же тенденция продолжится и в оставшиеся до конца года 2 недели, то, в общем, 2,5% составит рост потребительских цен. Это немного на уровне или, по крайней мере, очень близко к развитым странам. То есть здесь мы практически как бы в ровне с США и прочими странами находимся, неплохо. И вот эти данные подтверждает исследовательский холдинг «Рамир». Подсчитал стоимость среднего чека, который получается, то есть затраты при одной походе, один раз сходить в магазин и потратить один поход в магазин. Вот подсчитали, 543 рубля средний чек, значит, составляет в нашей стране. И действительно он в ноябре вырос на 11 рублей, но если вот считать, по сравнению с октябрем этого года, а вот если считать ноябрь этого года, ноябрь 2016 года, то он снизился на 5 рублей. То есть отчасти, конечно, это свидетельствует о снижении покупательской активности населения, как мы знаем, там доходы реальные населения немножко снизились, но также это говорит о том, что инфляция действительно низкая, потому что если бы вдруг там цены росли очень сильно, то понятно, что чек все равно был средний вырос. А этого не произошло, то есть и опросы как бы россиян подтверждают, что инфляция действительно низкая. Интересно. Ну что ж, ну а возвращаясь к прогнозам, которые особенно очень часто и так оптимистично дает Минэкономразвитие, интересно, есть ли корректировки вот в этих прогнозах, особенно вот что касается курса российской валюты? Ну вот министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что реальный курс рубля в следующем году не будет заметно отличаться от текущих значений. По его мнению, рубль находится вблизи фундаментального своего уровня, своей стоимости и серьезных изменений по реальному курсу не ожидается. Но номинальный курс будет уже зависеть от изменения курса валютной пары евро и доллара. Соответственно, также Максим Орешкин немножко отметил, что отток капитала может превысить собственный прогноз Минэкономразвития, который на следующий год составляет просто, не знаю, смешные 7 миллиардов долларов. Напомню, что чистый вывоз капитала из России за 11 месяцев вырос почти в 3,5 раза по сравнению с прошлогодним уровнем и достиг 28 миллиардов долларов. При этом Минэкономразвитие ожидало за весь год 18 миллиардов отток капитала. Ну, понятно, что, конечно же, отток будет значительным, но здесь, как бы, можно отметить, что это свойство российской экономики. То есть вообще вот за все время постсоветской вот этой России нашей приток капитала по итогам года наблюдался лишь дважды, когда нефть там очень сильно росла. Это в начале 2000-х годов там с 15 долларов, с 20 она вдруг выросла там на 60. Вот и второй раз это где-то, по-моему, в 2007 году тоже, когда был вот заметный рост мировых цен на нефть, там до 150 почти, 140 там с чем-то она стоила. Вот за все годы только дважды. Соответственно, отток – это просто, да, свойство российской экономики, потому что у нас, как бы, опора на иностранные инвестиции, а иностранный инвестор, как нормальный, в общем-то, человек, должен получить отдачу на свои инвестиции, то есть вывести прибыль и, собственно, сумму вложенных средств, рано или поздно, это все вводится за границу. Вот, так как это с прибылью, понятно, что отток – это вот фундаментальное свойство. То есть будет непременно, скорее, как бы. Ну и, говоря об инфляции, министр экономического развития отметил, что инфляция, скорее всего, будет выше, чем в этом году. Вот, и есть, конечно, шансы, что все-таки ниже 4%, которые вот заложены в среднесрочном прогнозе развития российской экономики, но выше, чем в этом году, по крайней мере, снижения потребительских цен не будет. И объясняется это тем, что в первом полугодии этого года заметно укрепился российский рубль, и все импортные товары там подешевели, или, по крайней мере, не дорожали. А вот в следующем году уже укрепление рубля не ожидается. Как вот вначале я отметил, что рубль на своем фундаментальном уровне, то есть ни дешеветь, ни дорожать, по идее, Минэкономразвитие не должен. Ну, понятно. Ну что ж, тут он логично, наверное, будет перейти к текущему курсу российской валюты, тем более, что есть небольшие движения были у него на укрепление, и вот интересно, какие факторы все-таки влияют на это? Да, растущая тенденция сохраняется, и в рамках этой тенденции наблюдаются там незначительные колебания. То есть вверх-вниз – это, в общем-то, для валютного курса абсолютно естественно. Тем более, что ожидается заседание ФРС. Ну, вот на момент нашей передачи еще и итоги неизвестны, но почти там со стопроцентной вероятностью ставка будет повышена 0,25% пункта, и, соответственно, это добавит американскому доллару привлекательности. Ну и что касается основного фактора, который работает на укрепление российского рубля – это налоговый период, начинается 15 декабря, и чем ближе к этой дате, тем увеличиваются прогнозы российских экономистов по поводу того, сколько же денег в бюджет заплатят российские экспортеры. То есть, если там говорили в начале месяца полтора триллиона рублей, вот, сейчас уже мнение такое, что больше двух триллионов рублей налогов получат российский бюджет в этом месяце. Вот, и отчасти это как бы подтверждается тем, что вот на днях впервые с октября коммерческие банки обратились в ЦБ за валютной ликвидностью, там взяли, есть такие операции, там валютный слоп, почти 112 миллионов долларов, то есть, не хватает валютной ликвидности, видимо, вот кому-то очень понадобились доллары, а это, как обычно, вот именно в это время бывают экспортеры, которым надо платить налоги, акцизы. Вот, то есть, этот фактор, естественно, укрепляет рубль, ну а вот ослабляют его, это то, о чем мы говорили ранее, то есть, возросшие покупки долларов со стороны российского Минфина, он увеличивает свои резервы, ожидаемое снижение ставки Банка России в пятницу, об этом может быть заявлено, по крайней мере, пройдет заседание Совета дикторов Банка России, которым будет обсуждаться вопрос изменения ключевой ставки. Ну и еще фактор, это необходимость погашения долгов, не банковского сектора, то есть, внешних долгов тоже нужны доллары. Ну понятно. Ну что же, Дмитрий, тогда интересно, как бы, следующим шагом, конечно, узнать пару евро-доллар, евро-рубль, ну, соответственно, о состоянии европейской валюты. Ну, график евро в рублях, он похож, конечно, на график доллара в рублях, но, конечно, есть отличия, но я имею в виду, вот последний вот этот кусочек, вот, то есть, последние, как бы, несколько недель, да, то есть, ну, такая же, да, в рамках растущей тенденции некие колебания, вот, происходят. Ну, а что касается графика евро в долларах, то здесь было укрепление доллара, сейчас вот, как видно, немножко укрепилось евро, вопреки-то тому, что, значит, вот ФРС повышает ставку, но все-таки инвесторы отреагировали, там, на ряд факторов, в частности, вышли данные по инфляции за ноябрь, она немножко сократилась, но здесь, опять-таки, вот, я говорил в начале передачи об инфляции в России, вот, 2,5%, а вот в США 2,2% инфляции в ноябре, ну, в годовом выражении, то есть, ноябрь к ноябрю, то есть, почти как у нас, у нас 2,5%, у них, значит, 2,2%. Единственная разница в ставках, конечно, ставка Банка России 8,25, 8,25, да, ключевая ставка, ставка ФРС 1,25, то есть, намного ниже, это, конечно, низкие ставки очень сильно стимулируют американскую промышленность, рост американской экономики и вообще, вот, являются таким позитивным фактором, вот. Возможно, что, да, снижение ставки у нас тоже подстегнет нашу экономику и, наконец, начнется новый кредитный цикл, о котором неоднократно заявлял Минэкономразвитие. Ну, возвращаясь к США, необходимо отметить, вот, кроме, у них инфляция немножко снизилась, то есть, это уменьшает вероятность повышения ставки ФРС уже в 2018 году. Я раньше говорил в предыдущей передаче, три раза ожидается повышение ставки в следующем году, но вот, если будет инфляция низкая, то, возможно, что этого не произойдет, так как при низкой инфляции, как бы, вроде как, повышать ставку и не нужно. Нужно ее снижать, да, наоборот. Ну, а вот еще негативный фактор для доллара – это победа кандидата от демократов Дага Джонса в таком консервативном штате Алабама. Обычно там побеждали республиканцы. То есть, это очень негативный фактор для планов американского президента, как раз республиканцев, Дональда Трампа провести свои реформы, так как этот кандидат от демократов победил в этом штате, теперь он будет в Сенате представлен, в американском. И, соответственно, большинство у республиканской партии было в Сенате, теперь на один голос будет меньше, и голоса сейчас будут распределены следующим образом. 51% у республиканцев, 49% у демократов. То есть, преимущества очень незначительные, и вот это утверждение реформ Трампа будет происходить сложнее. И здесь можно отметить, что раньше республиканцы все время побеждали в Алабаме. То есть, Дональд Трамп в прошлом году победил с большим счетом второго кандидата, президента от демократов, Хиллари Клинтон, с большим перевесом, и, соответственно, вот такой провал, ну, как бы это негативный фактор, конечно. Ну, понятно. Для доллара. Ну, хорошо, для доллара это понятно. А как отреагировал фондовый рынок на эту новость? Ну, конечно, это и для фондового рынка тоже негативный фактор, потому что налоговая реформа и прочие всякие реформы Трампа по поддержке американской экономики могут, так сказать, труднее утверждаться и, в общем, и так далее. Но, как мы видим, S&P 500 в начале сегодняшних торгов вырос, в момент передачи торги еще не завершились. Вот. И здесь все-таки перевесил тот фактор, что, во-первых, если ФРС там повысит ставку, ожидается заявление представителей Федеральной сделанной системы США по поводу состояния американской экономики, и вот ждут инвесторы, что вот рост ставок будет каким-то образом, то есть негативное влияние, его нивелировано заявлением ФРС о поддержке снижения налогов, потому что, понятно, рост ставок увеличивает нагрузку кредитную, нужно как-то вот сгладить вот этот негатив, и вот ожидают заявлений, что ФРС будет поддерживать снижение налогов. Ну, а второй фактор, мы вчера говорили, в США заметно выросли цены производителей за ноябрь, и, как мы видим, немножко снизилась инфляция. То есть инфляция – это изменение индекса потребительских цен. Вот, здесь тоже можно отметить, вот почему, как бы, мы все знаем, что вот ФРС печатала деньги, сейчас печатает и Европейский центральный банк, Банк Англии, Банк Японии, то есть все печатают, вот они деньги, а инфляции нет. Почему? Потому что они эти средства пускают на инфраструктурные проекты, то есть вот США профинансировали за счет эмиссии сланцевую революцию, Евросоюз – это зеленая энергетика, там всю Европу ветряками заставили, этими панелями своими, вот, нет инфляции, потому что инфляция – это рост потребительских цен. Потребителям денег не дают, они вот в Европе на них делают ветряки, там и так далее, вот эта ветровая, альтернативная энергетика, и, соответственно, печатают деньги, а инфляции нет. Ну и вот вчера выросли цены производителей, инфляция в США, как я сказал, низкая, значит, вот позитивный фактор для компаний, можно и дальше повышать цены производителей, все нормально. Ну и СНП в начале торгов вырос. Вообще, конечно, этот инструмент, который применяет и Европа, и Америка, конечно, для стимулирования промышленного производства, ну и развития инфраструктурных проектов, конечно, это, мне кажется, очень полезный, и нам в стране, ну, это мое личное мнение, что стоит присмотреться к такому опыту. Ну, они деньги, как бы, не дают ни бюджетникам, никому, как бы, а отстроят на них чего-то. Ну что ж, Дмитрий, а тем временем, сегодня нефть продемонстрировала, не знаю что, коррекция или все-таки это падение? Что это? Ну, были колебания, там, и вверх, и вниз, но вот на момент создания графика нефть подешевела, все-таки подешевела, и в основном, как бы, там очень много факторов и серьезных для рынка действует. То есть рост котировок Brent был вызван, значит, аварией на нефтепроводе Fortis, это в Северном море, там, британский нефтепровод, и, как бы, вчера было сообщение об аварии, сегодня уже там ситуация ухудшилась, то есть говорят, что остановка добычи нефти будет длиться несколько недель уже, и, если вчера говорили, 400 тысяч баррелей в сутки лишится мировой нефтяной рынок, сейчас уже говорят о 450 тысяч баррелей в сутки, то есть и меньше нефти, как бы, будет, вот, то есть это, конечно, фактор, который поддерживает котировки нефти, но вот есть и факторы, которые, вот, как мы видим на графике, пересилили, то есть в пользу снижения нефтяных котировок, это данные о запасах, вчера вышли запасы, там, от независимого Американского института нефти, сегодня вышли данные официальные от Минэнерго США, то есть в обоих случаях запасы нефти сократились больше, чем ожидалось, вот по официальным данным 5,1 миллиона баррелей сокращения запасов, ну и вот, если раньше, ну, как бы тут сокращение запасов свидетельствует, а раньше это интерпретировалось как вот очень большой спрос на нефть, очень нужна нефть, и вот запасы сокращаются, как бы, хорошо, сейчас вот говорят о том, что запасы сокращаются, меньше шансов на то, что продление вот этого ограничения на добычу состоится именно до конца следующего года, а не будет пересмотрено в июне, как это запланировано, то есть, как бы, двояко рассматривается вот этот фактор, но запасы сократились, да, четвертую неделю подряд, вот, и различные уже там, такие, как бы, организации, страны, там, и так далее, начинают говорить, что вот целью ограничения добычи нефти было то, чтобы запасы снизились до среднего уровня за 5 лет, вот они, они могут вполне снизиться быстрее, чем ожидалось, вот, ну и еще один фактор, который способствовал снижению мировых цен на нефть, это сообщение от Минэнерго же, второе, это прогноз на следующий год по добыче нефти в США, подтверждаю, да, то есть, говорили неоднократно, но это уже на официальном уровне, что добыча в следующем году превысит 10 миллионов баррелей в сутки, сейчас 9,7 добывается, ну, им осталось совсем немного, совсем немного, и уже там и 10,5, как бы, там, то есть, может быть заметное такое увеличение добычи нефти в Соединенных Штатах. Ну, еще, учитывая то, что у них, конечно, растет количество буровых установок, что мы не раз отмечали в наших передачах, поэтому это все осуществимо, и стоит ждать, конечно, коррекции от нефти. Ну, цены, как бы, да, цены и снизить. Понятно. Ну, что ж, Дмитрий, тогда перейдем к индексу Московской биржи. Ну, индекс Московской биржи отыграл вот часть позитива вчерашнего, и позавчерашнего, вот, мы говорили, да, вывод российских войск из Сирии, то есть, важный фактор политической стабильности в мире, поддержал российские акции, но сейчас вот нефть дешевеет, и, в общем, индекс понизился. Но, как бы, восходящая тенденция пока сохраняется, то есть... Ну, может быть, завтрашняя пресс-конференция Владимира Владимировича Путина, может быть, добавит какого-то оптимизма. Да, я не исключаю, что это произойдет, послушаем, да, это очень интересная информация, мы вас с ней обязательно познакомим. Какие новости корпоративного сектора? Ну, вот график Роснефти, вчера был большой оптимизм, там, то есть, они выросли, сегодня отыграли вниз, вчера было заявление об аресте активов АФК-системы, вот, в рамках второго иска со стороны Роснефти, напомню, что первый иск был подан, значит, летом этого года и удалось отсудить 136 миллиардов рублей Роснефти и АФК-системы, вот, ну, сейчас вот второй иск на 131 миллиард рублей, но, как бы, и вот вчера акции Роснефти подросли, но, как бы, сегодня новая там новость прошла, что, все-таки, вот, вряд ли Роснефти удастся доказать, вот, в европейском суде о том, что санкции на нее наложены незаконно и, в общем, пыталась, да, Роснефть там судиться в Европе, но, вот, как бы, участники рынка считают, что вряд ли удастся и выиграть, и, как бы, акции компании скорректировались вниз, вот, ну, можно рассмотреть также график и самой АФК-системы тоже, очень, кстати, похожий график, вот, несмотря на то, что Роснефть, как бы, победила в суде АФК-системы, проиграла, но график, вот, похож. Ну, понятно, конечно, что выплата таких серьезных сумм, в общем-то, негативно влияет на акции вот этой компании, все-таки, она первый риск проиграла, есть существенный риск, что проиграет и второй, естественно, это котировки понизились, вот, сегодня там отыграли они часть потерь, но, все-таки, конечно, компания, да, в таком достаточно сложном положении, вот, но зато, как бы, есть вот компания Новотек, чьи акции демонстрируют неплохой рост, и, как мы видим, вышли вот наверх из некого такого диапазона, вот, Новотек такие хорошие новости озвучил, ну, первая, как бы, вот, такая главная новость, наконец-то заработал завод по сжижению природного газа, Ямал-СПГ, принадлежит он Новотеку, ну, частично, вместе там с иностранными инвесторами, вот, Новотек владеет 50,1% Ямала-СПГ, вот, и первая отгрузка произошла, значит, от жиженного природного газа, в адрес дочерней компании малазийской, такого, крупного холдинга Петронос, ну, то есть, все хорошо, началась отгрузка жиженного газа из России, ну, и кроме этого, Новотек еще там имеет большие планы, то есть, мощность завода 5,5 миллион тонн в год, а Новотек собирается к 2030 году увеличить в 10 раз отгрузку жиженного природного газа до 55 миллионов тонн ежегодно, то есть, очень хорошие новости. Ну, что ж, спасибо, Дмитрий. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу, вы смотрели новости рынка в SafeSea Market, в студии был финансовый аналитик Дмитрий Лукашев и журналист Сергей Кудряшов. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!